Друзья, это вечерняя Лиссабона. Я испытал чувство дежавю, когда подъехали к этому отелю. Это отель Мириад. И как раз в этом отеле я жил, когда у нас был тест-драйв, по-моему, Lexus RX. Это было года три назад. И шикарный вид открывался, я помню, из номера этого отеля на мост Васкадагама. А мы сейчас, как простые обыватели, подъехали, пока есть немножко времени, походить по вечернему Лиссабону. Именно по вечернему. Кстати, я никогда не был в вечернем Лиссабоне. Посмотрим, что здесь с огнями. Явно не Токио, но, наверное, есть на что посмотреть. Так вот, мост Васкадагама, вот мы сейчас смотрим на него глазами обычных туристов, запарковавшихся рядом с отелем. Да, конечно, Лиссабон не тот город, на который надо смотреть ночью. Нет, но ночью, наверное, не здесь гулять замечательно, но точно не с камерой. Но другой возможности нет, поэтому буду снимать вам вот при таком освещении. Интересный факт по поводу Лиссабонской брусчатки. Видите, такой орнамент бело-черный, но в каждой фигуре, которая, в общем-то, одинаковая на протяжении всей смотровой площадки в середине, есть сегмент. Здесь сегмент, видите, вот такой. Обратите на него внимание на его рисунок. Пройдем до следующего. Здесь он совершенно другой. Что-то вроде лепесточков, круг и четыре лепестка. Идем к следующему. Лепестки другой формы. И все это, знаете что? Это подпись мастера, который выкладывал именно этот орнамент. А все это сделано было в 1927 году. Просто надо было как-то отметить свою работу, чтобы запомнилось. А это тот самый классический Лиссабонский трамвайчик. Говорят, скоро их уже не будет. Их остается все меньше и меньше. Естественный износ тоже имеет место. Посмотрите на деревянные продольные скамьи. И вообще, когда они передвигаются, они издают дикий грохот. Это помимо того, что улочки, по которым ездят эти трамвайчики, они очень узкие. То есть изначально это фактически как метро в городе было. То есть, если по Лиссабонской улице, старинной Лиссабонской улице едут два трамвая, то они полностью блокируют движение параллельно. Никакие автомобили между ними не разъедутся. Ну разве что двухколесный транспорт. На улицах старого Лиссабона довольно много зданий. Ну откровенно неопрятных, не отреставрированных. Ко всему прочему, у нас еще, как всегда, пошел дождь. Уже который день сегодня я просто внезапно попадаю под дождь. Совершенно, скажем так, незапланированно, потому что, ну сейчас-то небо не видно, а тогда даже тучи не было, так, что в маленькую краску не полило. Эмана, пацана и пацаны на луздет. Так, не зря. А эта площадь знаменита своим памятником, не поверите кому, продавцу лотерейных билетов. Ну и, конечно, как и положено во всех памятниках, есть какая-то легенда. Нужно потереть лотерейный билет, и тогда все в жизни будет хорошо. Старый привык в Лиссабоне – это бывший монастырь. Когда монастыри пошли с молока, монастырские помещения кто-то не покупал. Купил, один предприимчивый товарищ открыл здесь пивную. Ребят, мы зашли в самую легендарную пивную города Лиссабон. Здесь одни из ростов вокруг. И только ради этого, с удовольствием, говорят, не ходят, так минимум ради этого. Это вот, который отстребают от скал. Да, вот это вот, который отстребают от скал. Вот это вот чертов бога. Все, ребят, времени нет. Посмотрели на то, как люди пьют пиво и посмотри дальше. Девушки отдыхают от скал. Он цепи. Пробstonили на то, как люди считают verr. Готовы все, как люди решают. Вообще, центр Лиссабона довольно оживленный, если честно, мусор-то особенно не видать, хотя в целом я довольно много видел по Португалии мусора и машины мяты, и в общем, ну вот граффити везде на стенах, вроде мрамор, но так все. Но, например, с тем же Римом сравнить, все равно Лиссабон будет почищен. Сергея Семеновича на них нет. Грязно, плитка скользкая, нет, чтобы закатать нормальную плитку, там асфальт сверху положить, ну опять плитку. 10 ноября, день каштанов и вина. Ребят, я думал пожар за углом, побежал уже, думаю, сейчас покажу вам пожар. Нет, каштаны жарят. Здесь сколько нужно? Да нет, это 15, это 10. 15 есть. Давай, у 15. Не дешевый трамвай, 100 трамвай. Дешевый. Офигеть, у него там что-то механизмы, правда, которые он манипулирует. Они, может, и простые, но я бы точно не смог бы управлять лиссабонским трамваем. Два девяносто стоило, друзья, нам прокатиться на лиссабонском трамвайчике на одного человека. А что это такое? Какая-то национальная сладость? Да. Так, забирайте. Если надо, смотришь корицу, давай, смотришь, уже нечего. Ребят, к сожалению, не могу на камеру передать вкус, но очень вкусная была плюшка с корицей. И несколько лет подряд она тут завоевывала гид-медали, и это самая правильная такая плюшечная в Лиссабоне, нам гид рассказал. Анушки на них нет? Нет, с трамваями. Ну и, как всегда, без легенды никуда, секрет этого крема передали монахи, и теперь его держат в большой тайне, это коммерческий секрет. И только избранные, плюшечные, знают, как правильно приготовить эту плюшку. Корабль и два города. Ну, очень понятно, почему города. Это по всему Лиссабону такая плитка получается? Практически, ну, по центру. Чёрно-белая? Да. Чёрно-белая по всей Португалии. По всей Португалии. По всей Португалии. Перед нами Лиссабонский оперный театр. Довольно скромно выглядит, там фонтан даже какой-то, трамвайчики шумят, сейчас по верху пройдёт трамвай. Но хочу вам показать не это, а памятник, видите, памятник Фернанду Псо. Это португальский поэт, собственно говоря, об этом и говорит книга у него на голове, которая направлена в сторону дома, как вы видите, а ноги у него направлены в сторону театра. Причина в том, что человек родился в этом театре, вернее, человек родился в этом доме, а в этом театре работал его отец. Видите, как удобно? Прямо напротив. Ну и, собственно говоря, человек, известный в португальской культуре, часто проводил время на этой площади и очень не любил, когда к нему подходят люди. Поэтому, вот говорят, памятник так и выполнен, что книга развернута в сторону дома, а ноги в сторону театра. Там опять-таки герб Сабона, там кораблик и вороны. Он везде, кораблик и вороны. Это просто везде, на плитке, даже на крепеже фонариков. Этот книжный магазин попал в книгу рекордов Гиннеса? Да, да, да. Ребят, вообще у португальцев столько всего попав, что в книгу рекордов Гиннеса, они, по-моему, очень этому сильно радуются и активно эксплуатируют книгу рекордов Гиннеса. То есть доказательства есть, да, сертификат? Да, сертификат есть, да, что у нас нового цифра. И сразу же кондитерская рядышком. А что, в понедельник не работают рестораны? Рестораны не работают. Традиционно считалось, что в понедельник нет свежей, нет свежей рыбы. А в понедельник нет свежей рыбы? Потому что нет нового воскресенья. И в ночь с воскресенья на понедельник рыбаки не выходят. Потому что воскресенье – это день, который нужно проводить с семьей и с Богом. Да, поэтому все сидят дома, обедают дома. В понедельник. И не работают. Кстати, по поводу свежей рыбы тоже есть интересная история. Пришли в ресторан морской. Это было вот день назад в другой провинции. И попробовали заказать одно из блюд. И официант говорит, знаете, вот это блюдо можем приготовить только завтра. Мы такие, ну почему только завтра? Это вообще что такое? Он говорит, дело в том, что должно быть все свежее. И сегодня у нас уже нет этих продуктов. Мы не покупаем их. Мы покупаем только с утра. И до вечера готовим. А сейчас хуже нет, так туда. Где-то внизу играет уличный музыкант, а мы идем куда-то выше. Внизу музыканты, а здесь лифт. А вот то, что делают из пробки. Видите, у нас здесь есть кусок муляж. Даже не муляж, а вырезанный кусок пробкового дуба. И делают сейчас из пробки у нас все подряд. И вееры, и сумки, и обувь. Обувь, ребята, делают из пробки. Ну, естественно, национальная керамика. Петухи. И прочие туристы, интересующиеся тем же самым, что и я. Идем дальше по ночным улицам Лиссабона. Как всегда, пошел дождик. Все, выпиваем. Второй раз съедаем шоколадную. Бесни с этого, что я теряю. Вот, ребят, побывал и в португальской рюмочной. Видите, как интересно, наливать ликер в шоколадную стопочку. Первый раз выпиваешь, но не ешь эту шоколадную стопочку. Потом еще раз даешь ее, тебе еще раз наливают, и уже ей закусываешь. Вот такое быстрое пицца стоит быстрее. Я думаю, вы уже не раз все заметили, что на сардинах португальцы буквально помешаны. Видите, у нас тут музей сардин. Целый натистный мир сардин португальских. Отдельный магазин. Ну, и все это находится в центре города. Друзья, на этом я заканчиваю наш португальский фронт. Рассказ о Португалии глазами человека, который здесь был второй раз. Я, честно говоря, первый раз, когда был в Португалии, побывал вот здесь, в Лиссабоне, побывал в Синтре, съездил куда-то на самую западную точку Европы, мыс Рока. И после этого, честно говоря, думал, что Португалию я теперь прекрасно знаю. Да, в общем-то, кухню португальскую тоже. Сейчас, во второй раз, я понял, что я ничего не знал после первого. И именно сейчас я понял, что и сейчас я ничего не узнал, потому что здесь столько регионов, столько интересной истории. Нам попался замечательный гид. К сожалению, все подряд снимать я, конечно, не мог, но какие-то кусочки для вас все-таки снял. И надеюсь, что ваши знания о Португалии тоже немножко пополнились. Так что спасибо всем за просмотр и ждите следующих видео. Будем с вами путешествовать дальше. Всем добра!